Артём Валерьевич Ермаков, кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела Истории Иркутского областного краеведческого музея. Иркутск на тот момент был центром изучения и освоения всей Восточной Евразии. Но начнём бы не с этого, начнём бы с очень интересного документа с нашей выставки для того, чтобы его достать. Я даже специальные перчатки надену. Те, кто успел, повезло, они увидят, как открывают литриты, которые от этой сигнализации достают экспотаж прямо из них. Итак, это небольшая, на первый взгляд, книга Вера Таниллера «Путешествие и открытие, учнённое россиянами вдоль берегов Педревитого горя на Восточном Афе». «Путешествие и открытие, учнёный взгляд, в 1766 году». Издатель в 1766 году. Это второй том этой книги. Ну, первый у нас тоже есть в библиотеке, не сомневайтесь. Я, когда его обнаружил при подготовке выставки, был потрясён. Ну, конечно, безусловно, это не ингуна была там, какого-нибудь 16 века. Но книга политически чрезвычайно важная. Несмотря на то, что она издана в Голландии, она издана на французском языке. И важнейшим приложением к этой книге, по большому счёту, больше половины её ценности, это карта русских исследований в Тихом океане, которую я сейчас целиком разверну. Она, в принципе, есть здесь и на выставке, вот мы на стояли. Но здесь гораздо меньший объём. И, конечно, лучше печать 18 века рассматривать в оригинале. И вот, пожалуйста, не знаю, сколько раз нам её ещё позволят вот так вот доставать, как говорится, для общего обозрения. Ну, я думаю, что даже можно встать и подойти. Пожалуйста. Аккуратно расправим. Вот это её заголовок этой книги, если что. А вот, собственно... Эта карта подготовлена к изданию Российской, или Санкт-Петербургской, императорской, как тогда говорили, Академии наук. И она так и тоже имеет своё собственное название. Карта, представляющая изобретение российскими мореплавателями на северной части Америки с окололежащими местами в разных путешествиях учинённая. Её готовил, как историк, отвечавший за содержательную часть, Герард Миллер, о котором мы сегодня много будем говорить. Ну, а как картограф, специальный академический петербургский картограф Иоганн Трускотт. Миллер, соответственно, немецкого происхождения, Трускотт британского. Что нам особенно на ней интересно, хотя на самом деле, конечно, я про неё буду говорить ещё много. И интересно не всё. Это, собственно, карта Второй Камчатской, или Великой Северной экспедиции Витуса Беринга. Секретные документы. И изданы они почти 20 лет спустя после гибели Беринга. И впервые на карту нанесены очертания северо-восточной части Евразийского материка. Но это ещё как бы не главная сенсация. Главное, вот этот вот пунктир из точечек, да, где автор карты, ну, в данном случае Герард Миллер, вот он доходит, если обратите внимание, вот до сюда. А дальше уже другой пунктир идёт, да. Вот другой пунктир, это плавание Беринга. Причём первое плавание его, первая Камчатская экспедиция, где Беринг, собственно, с Камчатки вверх из Тихого океана пытался выйти в Северный Ледовитый, и прошёл проливом, который ныне носит его имя, Берингов пролив. А вот это вот, это карта плавания экспедиции под командованием Семёна Дежнёва. Я, к сожалению, не говорю по-французски, поэтому не могу полностью воспроизвести вот эту вот фразу, да, но важным здесь является дата 1648 год. Что это означало для просвещённых европейцев спустя 110 лет после этой даты? То, что, оказывается, русские, несмотря на то, что их цивилизация там общепринята на тот момент, да и сейчас во многом, начинается с Петра, за больше, чем полвека до этого, осуществляли полярное мореплавание. Причём в тех районах, которые на тот момент, ещё на 758-й, недоступны для судов европейского класса. И, соответственно, не только осуществляли эти мореплавания, но и документировали их. Соответственно, сохранили свидетельство, ну, а на тот момент право открытия, это право собственности, идёт в рамках окончания эпохи Великих Географических Открытий передел мира. Ну, никто же не знал, что Америка кому-то принадлежит, да, когда Колумб её открыл. Она принадлежала тому, кто её открыл, собственно, королю Испании, потом Португалии и так далее. Так вот, вот этот вот пунктир, это заявка не только на то, что русские в этих местах плавают, а, кстати, и претендуют не только на Азию, но и на часть Америки, которая здесь не показана. Но это, как бы скажем, такой намёк, что эта информация пока секретна. И очень может быть, что русские исследования на момент издания карты зашли значительно дальше, но и закрепились достаточно серьёзно. Более века это серьёзные претензии. Собственно, к Миллеру значительная часть европейских исследователей, несмотря на то, что он немец, да, встала сразу в претензию. И часть русских, кстати, включая, к сожалению, первого сибирского историка Петра Андреевича Славцова. Какой, значит, скажем так, претензия максимум какая была? То, что он Дежнёв просто выдумал. Никакого Дежнёва нет, он нужен для того, чтобы оправдать русские претензии на этот участок мира. Сейчас. Спасибо. Претензия к минимуму. Дежнёв, видимо, был. Тем более, что в XIX веке, и мы об этом поговорим, подошли ещё ряд документов. Не только то, что Гитлер опубликовал. Опубликовал он, кстати, в текстовом виде ещё в 1742 году. Так что уже с этого момента пошли разговоры. Этот пункт был главал, действительно. Но, на самом деле, не до острова, не до какого пролива. А там же, вот, на побережье Северном, уже зацепила плама и остался. Потому что, дескать, русское мореплавание, оно не может достичь таких высот, чтобы обогнуть мыс, реальный, ну, уже не оспариваемый никем проход которого, осуществился официально только в 1878 году. Об этом, кстати, мы тоже будем говорить через месяц. Я их 13-го числа приглашаю. Это была экспедиция Нарденшельда, финансируемая частично иркутским купцом Александром Сибиряковым. Так вот, вот эта претензия, уже то, что Дежнёва не было как-то сейчас неводно говорить, потому что, ну, есть мы с Дежнёвой, он пока ещё в официальной номенклатуре присутствует. А то, что Дежнёв просто, ну, вот, скажем так, доплыл только куда смог, никакой азию не огибал, просто русский империализм, присущий ему папа Сыгут, значит, приписал все заслуги, она достаточно распространена, в частности, вот журнал «Гео». В своём юбилейном 20-летнем номере нашёл время на статью «Колунг по неволе», где, с очень хорошими иллюстрациями, с извинениями такими, ну, мы понимаем, что вы все, соответственно, привыкли, но ничего не поделаешь, конечно, он не мог дойти до Азии, максимум в Чаунскую губу спустился, а дальше пешком. Вот, это, скажем так, в российском информационном пространстве спустя более полутора, вот, двух с половиной, сто семь лет после издания карты Миллера всё ещё идут на этот счёт споры. Представим себе, какие споры во Франции или в Соединённых Штатах. Вот, значит, мы сейчас эту карту всё-таки закроем, все её посмотрели, кто успел, да, и перейдём к ещё одной витрине, которую мы сегодня организовали. Это менее редкие книги из нашей коллекции, но тоже связанные с нашим сегодняшним разговором. Так, на время до свидания 18 век. Вот она у нас так, чтобы не выгорала там. Обратите внимание, кстати, кто потом подойдёт к витрине, что буквально под этой, вернее, над этой книгой лежит и другая, главный труд, позднее Миллера, первый том его «Истории о Сибири», изданный, в отличие, кстати, от... «Анформат, у вас что-то встать?» «Нет, немного, все-таки не влезет». «Что-нибудь, все дежды не влезет». «Ну, вы скажете, если что». «Коллекция тоже можно подойти». Того, что у нас присутствует в книжном фонде на этот счёт. Дело в том, что... Значит, после того, как Миллер опубликовал свою карту... Значит, вот, кстати, у нас каталог выставки, приуроченный к 300-летию Миллера в Санкт-Петербурге. На долгое время споры о Дежнёве затихли. Этот регион мира как-то, ну, не стал ареной противоборства многих держав. Сейчас тоже скажу, по каким причинам. Но ближе к концу 19-го века они оживились. Вот этот самый Норденшельд впервые прошёл в две навигации, правда, застряв там же, в Восточно-Чукотском море, где, собственно, Дежнёв совершил свой обход в 1878 году. И после этого интерес к полярному мореплаванию в Азии усилился. Соответственно, русское правительство и, в первую очередь, географическое общество предприняло ряд усилий для возобновления, восстановления знаний о заслугах Семёна Дежнёва. Вот тут два выпуска. Вот это региональный Преамурский доклад Преамурского отделения Восточно-Сибирского географического общества «Заслуга Семёна Дежнёва». Ну, кто-то из местных читает. А вот это вот, очень интересный переплетённый том, это известие императорского общества в Петербурге за 1898 год, очередной некруглый десятилетний юбилей, с выступлением секретаря общества Юрия Шакальского. И вот конец его доклада, для нас он особенно важен, где пересказывается указ Николая II, тогда ещё молодого, ни в чём не ошибившегося императора, о присвоении мысу Восточной, это была международная номенклатура 200 лет, несмотря на Беринга там и так далее. О присвоении мыса Восточной официально именем мыса Семёна Дежнёва. Вот, всего 130 лет он носит, 120 это имя реально. И вот здесь вот, на этой стороне, редкая фотография 1910 года, как Преамурский, Преамурский вернее, генерал-губернатор Унтербергер организовал специальную экспедицию для установки первого памятного креста, памятника на мысе Дежнёва в 1910 году. Ну, потом Первая мировая война гражданская, казалось, это всё должно было затихнуть. Но выяснилось, что в условиях блокады Северный морской путь, едва ли не единственная в Советском Союзе возможность удержать азиатские территории, потому что корабли советские долгое время могли, ну, как и сегодня, к сожалению, снова это начинается в любом море, вдали от родных берегов, где-нибудь в Атлантике или в Индийском океане, задержать, досмотреть и даже экспроприировать. Вот, соответственно, оживляется вот этот Северный морской путь, и по другим причинам, о которых мы тоже скажем, и начинает сразу вспоминаться вот эта вот книга послевоенной Ефимова, «Великие русские географические открытия», где воспроизводится вот эта карта, про которую я только что оригинал открывал, амстердамская, да, и рукописная карта, до этого не опубликованная, так называемая карта Дежнёва-Миллера. Я, к сожалению, её хорошую скану не нашёл, так что это лучшее, что мы сегодня сможем увидеть. Доклад, посвящённый Дежнёву уже на всесоюзном заседании Всесоюзного географического общества профессора Визе, участника легендарного плавания судна «Александр Сибирьков», которое впервые за одну навигацию, наконец, преодолело Северный морской путь, и в третий раз обогнуло мысль Дежнёва с севера. Ну и, наконец, вот наиболее доступное и популярное изложение истории Дежнёва профессора Белова. Ну вот, это далеко не все книги, это все, которые пристились в книги 3. Откуда такое внимание к этой теме, и какой смысл вообще этого противобойства? Опять возвращаемся в 18 век. Дело в том, что сведения об экспедиции Беринга и её открытиях через участников просочили за границу. Такое часто, к сожалению, бывало, и не все русские, собственно говоря, могли обладать этими сведениями. А вот Филипп Бёрш, крупнейший французский картограф середины 18 века, это был, ну, скажем так, Франция кланилась к укладку в тремя до веки 15-го, но ещё никто об этом не знал. Всё-таки она была первой державой Европы, хотя и соперничала уже с Англией на морях, но ещё не ясно было, кто выиграет это соперничество. И вот Филипп Бёрш через астронома Деллатройера получил секретное сведение с об экспедиции Беринга, в котором участвовал брат этого самого Деллатройера, кстати, первый иностранец, похороненный в Петропавловске и Камчатске. Я публиковал в 52-м году вот такую карту. Где очертания Чугодки совершенно фантастические, а самая главная абсолютная фантастика по поводу Северной Америки. Якобы есть какой-то адмирал де Фонте, который прошёл северо-западным проходом, то есть обогнул Америку с севера и вышел из Тихого океана в Атлантический, что и сейчас без спецсредств практически невозможно. Никто северо-западным проходом не ходил, вырыли Панамский канал специально для этого. И кроме того, и в русских водах достаточно неплохо по плаву, и в общем, в каком-то смысле эта карта является выражением французских претензий на регион Севера Тихого океана. Нам сейчас это дико думать, да, какие там французы, ближайшая французская территория, это Новая Каледония на юге Тихого океана. А тогда всё-таки французский флот, французские адмиралы имели авторитет, и эта карта, в том числе Филиппе Ошкул, если входить, сейчас не буду уклоняться, говорить о его заслугах, то это очень крутой картограф, но не его вина, что он не бывал в этом регионе, и поверил сведениям, которые ему были доставлены. А возможно, с французскими, с европейскими специалистами это тоже вполне возможно сработал на, скажем так, опережение, да, если даже он и подозревал, что никакой де Фонте никуда не плавал, его надо выдумать для того, чтобы закрепить французские претензии. В первую очередь, конечно, не на Азию, а на Канаду, где тогда Франция с Англией в рамках 7-летней войны начинали соперничать, и никто ещё не знал, собственно, за кем. В Франции была территория Луизианы, это сейчас практически весь Средний Запад США, но было ясно, что и сюда тоже какие-то претензии тянутся. И вот срочно пришлось рассекречивать эти данные по экспедиции Беринга, и заметка, находка Миллера с запиской Дежкова пришлась как нельзя вставить. Так, вот опять мы сейчас её посмотрим. Наконец остынет. Кто не разглядел? Вот он, первый тон вот этого голландского издания. Вот второй голландского издания. А вот это, да? Вот мы уже её поменялись. Значит, вот этот вот тоненький пункт тела. Значит, здесь написано, что мыс, ну он имеет совершенно фантастическую форму. Сейчас мы вернёмся через какое-то время к основной геодропической карте, и поймём, насколько это всё-таки отличается. Дело в том, что до Чукотки Великая Северная экспедиция так и не дошла. Ну, там реальное исследование побережья Чукотки было похода Беринга. Вот он здесь обозначен, да? И похода Дежнёва никаких данных у русских картроков не было вообще. Обратите внимание, кстати, как неплохо картирована вот эта вот часть. Потому что здесь как раз экспедиция работала. Все вот эти реки. В первую очередь Лена. Вот она, да? Узнаём. Яна. Индегирка. И Колыма. Кстати, Баршрут 2 у них показан, конечно, здесь неверно. Именно это отчасти послужило одной из первых претензий к Миллеру. Все говорили, ну невозможно. Вы же сами работали в этой экспедиции. И у вас один из отрядов северной экспедиции должен был отследовать северное побережье от лета до Чукотки. И вот он максимум до Колымы в одну навигацию дошёл и там застрял. Это отряд, ну вот, Лена Чукотки как раз. Соответственно, на самом деле, Лежнёв вышел в пустяку Луны весной 1608 года. Это гораздо ближе и гораздо правдоподобнее. Во-вторых, здесь нет подробностей, конечно, об этой экспедиции. Лежнёв писал про несколько кораблей, но даже он ещё не знал, что эти корабли были семьи. И реально вот этот вот мы сумели обогнуть только три. Корабли, конечно, небольшие. Вот эти вот так называемые кочи пангурские, практически не изменившиеся от 16-го века, где их научились делать в Аркангельске до середины 17-го. Соответственно, прошли три, а вот где-то в этом районе, где след Лежнёва у него теряется, а нет, вот он видит, да? Вот здесь. Там на той карте даже не так, это хорошо видно. Значит, почти у берега Камчатки, так называемого Ютовская Куба. Значит, до сюда так вы всего один корабль. Собственно, Лежнёва в виде капитана. Всех этих сведений у Лидера не было. Соответственно, он основывался на докладе, найденном депутском острове. А более подробные доклады в Москве профессор Глоблин нашёл только ближе к концу 19-го века. И вот, собственно, они послужили основой для окончательного утверждения версии о реальности похода Дежнёва и переименований Восточного мыса. Что же было у нас на самом деле? Во-первых, экспедицию возглавлял не один человек, а два. Вот эта памятная монета, упущенная банком России, здесь восстанавливается справедливость. Не скоро она будет, скажем, восстановлена в массовом сознании. Эта экспедиция, и даже недавно пишут, вот эту фамилию ставят на первое место, Федота Попков в скобочках Алексеева. Кто такой Федот Попков? Это крупный северный купец Холмаковский. Фамилия Попков, хотя, видите, сколько ставят Алексеев, потому что не знают, собственно говоря, какая у него реально была фамилия. Федот Алексеевич Попков, да, или Федот Алексеев, сын Попков, например, сын священника, что, кстати, говорит о его максимально новом необразовании на тот момент. Значит, он привез на Алену товары для обмена с местными племенами на Миха. Но выяснилось, что уже другие купцы захватили эти маршруты обмена. И для того, чтобы не демпинговать, а не за бесценок эти товары раскидывать, надо стремиться дальше. И, собственно говоря, Попков поплыл из Лены, останавливаясь в каждом пустье. Сначала в Яне, потом на Египте. И везде он уже находил конкурентов. Так что говорит о том, что вот этот регион был достаточно неплохо освоен в середине 17 века. Отчасти он и сейчас так не освоен. По крайней мере, конкуренции большой там не наблюдается. Хотя там есть военные теперь и, как советское наследие, даже ученые. Но вот коммерческие фирмы туда пока очень сильно не стремятся. И вот только в устье Колыбры он обнаружил, что дальше у него конкурентов нет. Но и людей здесь, с которыми торговать племенкой в этих местах тоже очень много. Зато ходят слухи о том, что, во-первых, дальше... Он не знал, насколько дальше. Я не судить на область. Племена, которые даже не обнесачены, то есть у них большое количество этого меха и, главное, рыбневые зубы или моржовой кости можно найти и с выгодой сменять на те товары, которые у него с собой были. А главное, здесь, в Нижнеколымске, стоит отряд в Нижнеколымском острове, тоже готовящийся к путешествию в восточном направлении. Кроме того, еще все равно приплыли конкуренты буквально под самую, скажем так, осень 1947 года. Еще один корабль во главе с атаманом Герасимом Ахудиновым. Некоторые его называют разбойниками, самопровозглашенным атаманом. История очень темная. Ахудинов тоже погиб, не выдержал этого похода. Поэтому в фильме «Семерн Дижнек», про который я один раз тебе скажу и больше говорить не буду, потому что снят он ужасно. Он изображается чуть ли не другом детства Дижнёва. Ну, это очень-очень даряет. Так вот, Ахудинов пытался сначала заплатить Голоспакова, потом, когда ему дали откор, он сказал, что он пойдет вперед и перехватит эти товары все равно по пути. Именно поэтому в итоге была выстроена такая большая серьезная экспедиция с большой охраной. Попов, видимо, неплохо заплатил за вот этим казахом. Хотя у них было и государственное поручение, но все-таки шесть кораблей. Редко, когда в 17 веке, отправлялись, особенно в неизвестное место. Ну, один-два максимум. И вот они, значит, вышли. Отсюда шесть кораблей. Экипаж каждого был человек 30-40. Это довольно много. Ну, половина были торговые люди, половина служивые. Служивым, собственно, отвечал Дижнёв. Какая-то часть местных племен. Ну, немного они, в общем, не любили плавать. Которые должны были обеспечить торговый контакт. Где-то здесь, вот в этом районе, их ждал затаившийся Кудинов. К тому моменту, когда они с ним встретились, выяснилось, что почерк Кудинова так потрепала. Буря, что ему требуется помощь. Кроме того, он понял, что он не вернется назад. Ветры противные, и по сезону они не успеют. Так что надо присоединяться и путь, если ты не хочешь погибнуть. И вот 20-го июня, по старому стилю, был, наконец-то, вот тут, так называемый, большой каменный необходимый носок. И 20-го, ну, соответственно, если по новому стилю считать, где-то вот в начале июня. От 1-го до 3-го данного уровня. И после этого, вот я уже говорю, да, там почерк от Кудинова был потерян. Часть людей отнесло на Алясской, по некоторым сведениям. Часть людей, в том числе Попова, занесло куда-то, судя по всему, даже на Среднюю Камчатку. Ну, какие-то слегки там его легендарные прослеживаются. И только один корабль Дежнёва остался на плаву и продолжил плавание. Вот кто-то считает, что здесь было это крушение окончательное. Но они выбросились просто потому, что легко через продукт. Что сам Дежнёва действует. Кто-то говорил, что поближе. Соответственно, давайте сейчас преврёмся и посмотрим маленький фрагмент. Требючий. Требючий. Повернёмся. Давайте посмотрим, как это выглядит. Вот Анаптика и вот интересующий нас регион. Мы обычно его не рассматриваем с такой точки зрения. Полярная проекция, так называемая. Давайте посмотрим. Вот он у нас, Якутск. Вот здесь где-то, да, вот она Лена. Вот здесь, кстати, видно, насколько это долгий путь и насколько все-таки с голубы проще живущие от пустилена. Практически вдвое. Значит, о чем говорят современные критики того, что я вам только что рассказал. Максимум, на что хватило у Нижневой силы, это дотлыть до Чаунской губы. Все. Соответственно, дальше он просто проплыть не мог. И, соответственно, вот тут надо сказать еще несколько слов о третьей цели плавания, на которой, несмотря на то, что попал погиб, большинство товаров у него пропали, сам Семен Трежон, зачем он туда впустился. Чисто теографическая задача ему, конечно, правительство не стало назначать. Это было невероятно, потому что, ну, слишком дорого научные исследования финансировать в 17-м веке в таком регионе мира. Во-первых, это розовские залежи серебра, они не подтвердились на тот момент. Серебро на Чукотке действительно было, но немного в других районах, и более-менее добывать его научились только в конце 19-го, начале 20-го века. Особенно здесь, когда выяснилось, что здесь есть еще и золото, и можно его дознать, и оно до сих пор в промышленных масштабах добывается. Отчем, кстати, снят фильм «Территория», если кто-то видел некоторые. Но это все вот советские достижения. А так, несмотря на то, что какие-то самородки приносили, промышленные залежи открыть не удалось. И открытие последней клубной реки, вот явно уже освоили, были слухи о реке Анады. И о живущих по этой реке, племенах богатых пушниной и, самое главное, вот этим самым рыбьим зубом. Никто не знал на тот момент, что река Анады впадает уже в Дихий океан. В Северные ледовиты течет на восток, а не на север. Ну, потому что все привыкли, это же на протяжении рек, а что все реки, которые встречаются, они приблизительно параллельны. Соответственно, Дежнев, где бы он не выбросился на берег, и это уже никто, кстати, не остаивает, он совершенно точно нашел в устье реки Анады. И в этом устье, оказавшись совершенно без припасов, окруженных враждебными племенами, сумел с остатком отряда, который на тот момент составлял 13 человек всего. Потому что и даже после высадки силы продолжали у людей таять. Северные леды, многие умерли, как он писал свои заняты. Поднялся от устья Анадыря до границы лесной зоны и выстроил там острожек. В принципе, очень похожий на Первый Аркутский острог. И по размерам, скорее всего, и по мощи, ну сколько-то, 13 человек могут, Первый Аркутский острог был общими размерами чуть больше этого зала. Который паха можно оставить. Соответственно, Анадырский, скорее всего, по началу был совершенно такой же. И вот оттуда, частично торгуя, частично враждуя с местными племенами, особенно Чукчили, которые не признавали окончательно власть самого русского царя, еще на протяжении следующих полутора столетий, только где-то при Александре Первом, окончательно приняли русское подданство. Он занимался добычей пушкины и, в первую очередь, вот этого самого рыбьего зуба. Потому что сведения проводников подтвердились, которые были получены еще в районе Колумы. У устья Анадыря оказалось лежбище моржей, причем огромное не только живых, но и умерших, по сути, свои кладбища животных, так называемое заморное межбище. И там, спускаясь каждый год по реке, летом, они промышляли вот эту самую моржовую кость и накапливали ее на две больших количества, ждали возможности ее вывезти. Отправили в Якутск послов, несмотря на то, что и картов было мало, разведать дорогу сухим путем. По морю же вернуться невозможно. И выяснилось, что, в принципе, вот эта вот река Анюй, впадающая в эту руку, вот, она с Анадырем соединяется практически через небольшой водораздел, и была открыта сухопутная дорога. Туда уже через несколько лет пришел товарищ Дежнева Михаил Стадухин в более крупном чине, забрал часть казны, но не остался в Анадыре, слишком тяжелой услуги. А Дежнев там еще, в Анадыре, несмотря на все вот эти вот местные, прожил, потому что и проработал порядка десяти лет. И только, ну, он, правда, уже более-менее сообщался с начальством через Нижний колодец, с якутским воеводством, ну, где-то с промежутком полгода ходили эстафеты. И только в 1661 году его, наконец, начали возможным отозвать в Якутск, где он и составил свое донесение, найденное через девяносто лет почти, через семьдесят, академика Миллер. Значение открытия Нижнева и количество скупленного им вот этого самого перепрыгивого зона в моржовой области и Кушнины произвело впечатление на Якутсковую воеводу, и его со всей этой казной лично отправились до донесения в Москву. Все это время было в чине простого служивого казака. Хотя, конечно, уже в рамках авторитета заработанного ему подчинялись достаточно большие коллективы людей. И вот, в 62 году он прибыл в Москву, отписался еще раз и получил жалование за девятнадцать лет. То есть, вот все это время было бесплатно в государстве. И, соответственно, при Алексея Михайловича Романове II. Вот, из книги Самойлова, это тоже на профильнике поместилось, значит, из библиотеки нашего музея. Вот, Деждев просил о выдаче и музыкотного жалования за девятнадцать лет службы, чтобы мне в кабальных долгах на травеже, то есть в суде он никто не быть, и впредь бы твоей великого государства службу не отбыть и в конец не погибнуть. Деждев получал за год пять рублей денег. Всего ему причиталось получить сто двадцать восемь рублей и пять копеек. Правда, значит, на тридцать три рубля хлеба. То есть, ничего еще выдавали в деньгами. Пересчитали по курсу серебряный метик, чтобы как-то... Он доставил прибытку к казне на семнадцать тысяч триста сорок рублей. На семнадцать тысяч триста сорок рублей. По установленным тогда же ценам нарушая вес, это триста тысяч пудов ржи или пятьсот шестьдесят тысяч пудов овса. Вот какие суммы доставляли люди с северного, скажем так, прибытка. Поэтому эти земли держались, казалось бы, они достаточно далеко, и сегодня, кажется, что там можно было обнаружить, кроме полезных ископаемых, по обычным способам, в основном, разрабатываем. А вот дальше начинаются загадки. И, несмотря на то, что Деждеву выплатили это жалование, он довольно неплохо, судя по всему, сбыл, то, что ему дали товарами, так далее. Он вернулся в чине казачьего атамана. Все-таки как-то выслуживался, что было очень непросто. И еще раз даже, там, сходил несколько экспедиций, но, правда, больше уже на Западной Тверной, по району Кисти Оленев. Его доклад не получил распространения. Он был положен под субтитры. Ну, в Якутске понятно, почему, там просто подлёг в архив, и на мидерославном поле с пожарами лежал. А почему в Москве никто их не воспользовался? Большая загадка. Для того, чтобы на Запад сведения о походе, живут в Асачилии. В частности, они, например, в одну из книг здесь представлены, а именно Николаса Гринзена. Восточная Татария. Северная и Восточная Татария. Здесь есть какие-то фантастические сведения о путешествии русских из Якутска в Китай. Но более-менее представление о размерах земли уже не было, и поэтому Гринзена, несмотря на то, что он не был в этом пиаре, в сведениях, как говорится, с первым романом подвестили сказочников. И этот фильм, ни где кроме России, не был особенно популярным. Соответственно, вот именно эта неизвестность и вызвала последствия экспедицию Биллинга. Первую, ещё позже, обещающую самого Петра, проверить, соединяется ли Азия с Америкой. И вторую экспедицию. Почему не поверили Биллинга, кстати? Вот он мой режиссер сделал, да? Кстати, я это понял, только занимаясь сам вопросом Дежнёва. Биллинг построил в Охотске корабль, уже совершенно не копийского такого типа, вот был на Комчатку, открыл, там, кстати, где современный карафан в Комчатке стоит, и доплыл насилие максимально, вот посмотрите, соединяется ли Америка с Азией. Доложил в Дербуржский Телу, что не соединяется. А ему академики говорят, а кто знает, что за той широтой, которую твой корабль преодолел? А может быть, где-то здесь вот Америка задевается, или Азия, и ты просто с тобой залив попал, который огромный, да? И кто знает вообще, может, вот тут или вот тут? Ещё есть какая-то земля. И, конечно, спасибо, что ты доказал, что в районах, скажем так, военно-торгового мореплавания соединений нет. Но научно мы признать твой результат не можем. И, кстати, и даже после второй Комчатской экспедиции, я тут однажды рассказывал, когда Биллинг погиб в итоге на Панадонских островах недалеко от Комчатки, его открытия в Аляске и так далее не были кредиты, а вот утверждения о том, что он открыл точно правит между Азией и Америкой, нет. А проход Деждома доказывает, что нет земли. И окончательно, хотя, в принципе, уже установлено многими мелкими экспедициями 18-19 века, это доказал вот этот самый низ Эрик Навдаджель, который вышел из Швеции, прошел по всему побережью и официально, не встретив никакого препятствия, в которой спустился в Тихий океан на следующий 1838 год. А так, мы все время говорили, а вот земля Саидникова какая-то, может быть, это полуостров даже и так далее. Вот. Почему доклад Деждома не был принят во внимание, несмотря на доклад Деждома, все равно Деждома остается неясным. Ну, осталось совсем немного мне показать. Это, во-первых, камень Деждома в Якурске. Там он известен еще, скажем так, с третьей своей ипостаси, как человек, в котором я здесь и делал, вот был, который пришел. Это для детей, по которому поставлю театрин, когда мы сюда пришли. Да, еды довольно много и марок и так далее. И это только, как говорится, собирает. О, да, еще несколько моментов интересных. Вот это памятник Вологде. Кстати, в крупнейшем интернете собрание текстов Нижневой и Унижневой на сайте Вологодской библиотеке. Это Миллер, но, правда, тоже фантастически, кто-то такой, как это держит. Максимум, что сохранилось от Миллера, это вот этот вот силуэт, который вытеснен на витрине. А вот, вот это буквально свежая новость от апреля 2018 года. Кто-то может даже по телевизору услышал это, и я думаю, что в ближайшее время это будет только усиливаться. Дело в том, что малый ледниковый период заканчивается, и, не знаю уж, по человеческим, скажем так, по человеческим стараниям потепление происходит, или это просто климатические циклы естественные для природы, но Северный морской путь освобождается для круглогодичного мореходства. С ледоколами он уже более полувека доступен, но это все-таки дороговато. И тем более, что платить за эти ледоколы, кроме России, у кого нет, а платить за них никто не хочет. А между тем, вот сейчас мы вернемся, между тем, Северный морской путь, чрезвычайно выбранная трасса. Ну, а между тем, вот, можем видеть, да? Особенно, если какие-то заварухи начнутся, а сейчас, судя по всему, до этого дойдет, что в Суэском канале, что в Восточном Китайском море. Вот эта мировая... Основная трасса мировой торговли, не американская, скажем так, и вдруг поясняется, что вот есть альтернативная, и даже более дешевая, и более безопасная, потому что Россия пока, по крайней мере, им прикрывает. Вот. Соответственно, вот, кстати, зона ответственности России, современная, довольно интересная картинка. Мы все живем, ну, многие, по крайней мере, в ситуации советского комбаса. Помните, там, как-то полярка владения СССР, она была вот такой треугольной, стремящейся к полюсу. В 91-м году с утратой Союза, в частности, вот этот вот кусок уверенного владения от нас отвалился. И хотя сейчас Россия заявляет контроль над вот этим вот, по крайней мере, приучаствовал, скажем так, международных вводов. Причем, все реально на основании уже, ладно, как сказать, не шельфа даже, а просто по этому самому, по морскому праву, по столовому. Причем, вот даже, например, от Франции Иосифа мы отказываемся, да, хотя еще, допустим, перед революцией даже Шпицберг не начинался, ну, русским владением. Водорожцы заплатили буквально ямочным порядком просто в отломлении Советской России. Так вот, ну ладно, вот эта вот международная зона, здесь, кстати, реманка довольно неплохая, международная, а вот эта вот русская. И вот, собственно, Соединенные Штаты говорят, а давайте-ка, здесь будут ходить любые корабли, в том числе военные, кстати. Даже, может быть, в первую очередь, военные. Вот, и в этой связи работа Дюжневого, работа Бейеринга, она, во-первых, оказывается, директивно важна, и, ну, скажем так, обоих из многих юридически, что ли, основателей, да, каких-то международных складов, ну, по каждому, по крайней мере, идут. Ну, а вот, собственно, история. Ну, здесь она короткая, покажу вам на посылках более длинную. Вот, видите, первыми этот проход в Азию, в Китай, искали британские мореплаватели еще при Иване Грозном, собственно говоря. И тогда они впервые установили контакты с Москвой, и образовалась, так называемая, «магарская компания», по оборотам, уступавшая только остынской. Вот. Они в районе Акхангельска, собственно, он и был основан для Моской торговли с Невропой, вскоре, встретились с русскими официальными милициями, доставили в Москву и под заключён такого договора. Кстати, честно, когда вернулся в Россию, он привёз послов, ну, в смысле в Англию, написал неофициальный документ о том, как Россию можно легко захватить. Ну, как говорится, этого пока не было бы достигнуто. Вот на моменте времени мы видим открытие Режнёва. Через 100 лет после плавания Ченслера, да, вот попытка три экспедиции Вильяма Баренса, по которому названо «Баренса» и «Баренса». Соответственно, последний из экспедиций «Баренс» погиб, который только до Новой Земли. Вот северная экспедиция. Вильям открыл записку Режнёва, да. Вот последние под участки кортирования Чухотки. Экспедиция «Баренса» и «Баренса» и «Баренса» «Плавания Сибирякова». Кстати, Александр Сибиряков тогда уже находился в эмиграции, в Ницце. Но настолько таился как от русских своих соотечественников, так и от международных переспондентов, что никто, собственно, и не узнал. Иначе мы, конечно, это судно переименовали, а то, ведь его честь была названа. Это тот сам Александр Спиреков, который казахстанцент припостроил у нас при Далгей-Генотомске университет. Вот они, значит. Военные перевозки, в том числе людлизовские, на Камчатке их принимали. А, значит, соответственно, и в Владивостоке, а потом перед окружающим морем они шли. Вот они открыли Далгогу. Собственно, в 1991 году открыли его для международного судового страну. Пока уходы и не выгодят. Потому что, все-таки, хотя и открыли, но требуют платы за сопровождение, как навигационное, так и военное. А это необычное. Так что, Держнев, скажем так, остается темой, хотя и очень архаической, но чрезвычайно современной. Вот, и по поводу мамы интересного меня, например, осталось. Ну, давайте, какие есть вопросы? А можно спросить? Да. Да. Я заметила, что на строге, постребленной, так сказать, не было на нашей России, было 5 или 10, наверное, там же и обновляли. В том числе, ну, Якутс, 1632 пунктов. Да, да, да. А вот Якутс еще был неизвестен, но еще в Якутой Восточной Сибири был практически так давали на счет. А вот это тоже, да, это интересная тема. Я ее как бы... Оно, в принципе, нельзя сказать, что она скрытая, но как-то вот... Дело в том, что вот это вот южное заселение Сибири, оно позднее. Оно связано с тем, что, ну, конечно, там говорят, что кончились, пошли ресурсы, но дело не только в том, что они кончились, а дело в том, что вообще русское владычество на Таёжной и Туторовой зоне стало достаточно прочным, и людей здесь стало, и укреплений достаточно много, чтобы начать потихоньку спускаться в юг земли. Сейчас карты у меня нет, я не готовился на этот вопрос отвечать. Но ни Монголия, ни Восточный Туркестан, Синьцзян, ни Тибет, они не входили в состав Китая до вот этих русских завоеваний. Соответственно, по-русски вышли с леса на ту южную часть, которая была максимально удалена от зоны интересов Манчжурии, и то имели всё-таки конфликт в районе Амуро на Квазине, но не такой был. Поэтому мы вот, если внимательно присмотримся, действительно большая часть северных отстрогов, она основана и освоена раньше, чем южная, которая сейчас гораздо более крупная и зажиточная. А северный, какой-нибудь там Манадырский отстрог, даже сейчас ищут, где он был современный город, Амуро на Амуро на Квазине. Потому что, ну, убрали оттуда гарнизон и, как говорится, его свыло. Сейчас говорят, что, скорее всего, река поменяла русло. Там, правда, вверх спичных на золотые они постоянно русло меняют, реки северные. И, соответственно, это место оно сейчас подводит. Ещё один момент интересный и отчасти печальный. Дело в том, что вот это северное Маликлавание достаточно активное в начале 17-го века. И, в общем, вот ещё в половине 17-го века его во времена Дежнёва позволило такие экспедиции предпринимать. Оно было государством задавлено по двух причинам. Первое – это страх перед вот этими иностранцами, которые себе восточную порохную пищу запретили плавать русским, в том числе и вообще всем судам, через ураво. Начали штрафовать и ловить их. Ну, и, собственно говоря, вот в этом регионе морская торговля в первого классе, она была очень активной. Вот, как называют на закрытие магазинского морского хода в 1619 году. Но внутри Сибири суда продолжали плавать между устьями и реки. И их окончательно добил переход на европейские стандарты судостроения. С одной стороны, это, вроде бы, прогресс, да, вот, Петербург, Верхом, Мералдейском, всё такое. Но для Севера, как это и показывали неоднократные опыты, европейское судостроение не годится. Льды выдавливают, эти суда ломают. А русские кочи, которые как раз для Севера и были изобретены, да, они не в состоянии совершать океанские плавания, но здесь-то они были самыми пригодными судами. В итоге, когда, например, Натсен там построил франктор, уже тоже ближе к концу 19 века, он пользовался наработками русских мореходов заново, их практически как реконструктор переоткрывает. Поэтому, вот, когда появились суда Северной экспедиции, они смогли сделать, при том, что их худшие европейские мастера строили, гораздо меньше, чем суда Дежнёва. В ледовой обстановке они быстрее терялись и ломались. И, вот, но при этом авторитет, скажем так, европейского кораблестроения русского падал. И весь по 17-й и от 1-го года 19-го, в этом смысле, мы потеряли. Могли бы это плавать довольно свободно, но, как говорится, до изобретения цельнометаллических судов и ледоколов, то преимущество абсолютно не было. Еще какие вопросы? Алло. Вообще не могу разговаривать. Ну, тогда мы с... Я занят сейчас. ...прощаемся и я... ...возинские свитки, у нас их три. Тут вполне рядовая таможенная и налоговая информация по Западной Сибири, северу Западной Сибири собраны. Вот в таком виде, кстати, и сказка Дежнёва была. Только почерк у неё еще похуже. Так называемая русская скоропись 17-го века. Ну, это вот богослужебные книги, канонник, летописец Келейный. По сути своей здесь священная история изложена, скажем так, Ветхого Завета с некоторыми апокрептами. Пересказка? Ну да, да, да. Она, кстати, принадлежала Дмитрию Ростовскому и была товарена и одному из аркутских священников. Я не могу сейчас разговаривать. Вот интересно. Вот это вот летопись Аркутска. Старейшая, кстати, летопись. Ее еще называют Сибиряковской. В роду купцов Сибиряковых было много разных. Едем по 1921 году. Скорее всего, снимает специально. Первое сведение в углу купцовской истории. Ну, что-то еще есть. Вот. На начале Санкт-Петербурга показалось гражданское печать. Вот что слух отправил его. Это краткое показание о всех должностных лицах воевода, губернаторах Сибири от начала ее основания. И, в частности, почему она здесь присутствует, в том числе, это вот портрет первого летопутского воевода Ивана Власова. Он, правда, хранится в Нижегородском музее, потому что карьера Власова на Иркутске не закончилась. Вот. Это первая карта, чертеж земли Иркутского города. Ну, ее обычно люди получше знают. Соответственно, вот, ну, это московские коллекции. И, соответственно, вот, печатные книги мы постепенно переходим. Это Евангелие в основном. В частности, ну, мы надеялись, что она на нашей выставке будет, но не дали ее нам для экспонирования. Вот легендарные Евангелия, подаренные Наменским монастырем, Наменскому монастырю Петру I в честь Полтавской битвы, чтобы сестры молились за императора и за, тогда еще царя, кстати, императором позднее стал, и за русское оружие. Киевский Патерик, ну, то есть изложение жизни подвижников Киево-Печерской лавры. Пролог, очень известное чтение, такой перевод греческого. Разные варианты Евангелий. Многие книги прибыли с первыми святителями Иркутскими, Сафронием, Иннокентием. Вот, постепенно, значит, переходим к литературе старообрядческой. Она тоже имеет достаточно, скажем так, она рукописная, оставалась до начала 20-го века, потому что старообрядческая литература до закона 905-го года о веротерпимости было запрещено печатать. Ну, ее печатали, конечно, в основном в Австрии где-нибудь, где были свои типографии или подпольно, но подпольные типографии преследовались довольно жестко, дешевле было по-старому переписывать. Кроме того, и сами старообрядцы любили русские шрифты. Им казалось, что вообще вот этот вид древней священной книги, он тоже не должен меняться, не только ее содержание, но и внешний облик. Поэтому старообрядческая литература, в том числе и нотная, вот тут мы видим, да, для пения, она жила в югнерусской книге почти в двух революциях. Вот это восточная коллекция, связанная с именем Никиты Ярдовича, поднял царь Личурина, представителя первых записок Монголии, Китая. Он был руководителем русской духовной миссии в Китае долгое время, но его исследования китайские, они постирались гораздо шире. Часть его коллекции китайской осела в Иркутске, тогда Китай переживал упадок, и очень многие рукописи китайские, вот здесь мы можем увидеть, они попали, скажем так, в коллекцию Иркутскую, хотя большая часть, кажется, от Петербурги. Вот словари, часть из них печатная, но это китайская печать, когда всю страницу вырезают, иероглифы, так называемая ксилография, и тесня, такой сейчас тоже нет. Номенитый китайский роман «Сон в Красном Тереме». Ну вот дальше уже, немножко ближе к сегодняшней теме, это исследования Сибири, и портреты некоторых выдающихся исследователей, которые на фризе нашего здания изображены, немногие, к сожалению, даже знают что-то о них, кроме фамилии. Первая карта Байкала, составленная академиком Георги, вернее, картеровый-то русский мичман, под штурман Пушкарев, но Георгий ее выберил и издал в своих трудах. Записки о Сибири Гмелина, товарища Миллера по Камчатской экспедиции, ну вот эту книжку я вам уже подробно презентовал, это «Сибирская история Миллера», «История монголов», «История этнография», «Академика Петропавлоса», «Путешествие Нанда Врангеля», мы его сегодня кратко упоминали, это все из фондов нашего музея, научный результат экспедиции Приживальского, там несколько томов, они гораздо больше реально по размеру, уменьшили, чтобы они поместились, ботаник токченинов, первая карта Байкала геологическая, составленная Иваном Черским, о нем тоже говорили, вот, описание растений российского государства Павлоса, впервые, это и на французском, кстати, выходило, это русское издание, да, а есть французский вариант, и в Париже впервые узнали про кедр, например, про лиственницу, ну это шедевр ботанической иллюстрации, вот эти вот картинки. Ну вот, различные путешествия Мартоса, Корнилова, кстати, отца адмирала Корнилова, некоторые считают, что и Корнилов сам адмирал родился здесь, в Иркутске, Гидершторма, соратник Аспиранского, первое издание книги Шелихова, ну, про лиственные я уже говорил, вот, Нарденшальд и Черский, опять здесь присутствует Горб, одна из последних экспедиций Приживайского, сам стоит, рисовал его товарища Коробровский, вот это тоже из альбома «Путешествия Маака», значит, озеро Кенха, это теперь называется озеро Ханха, первый вид тельминской фабрики документированный, Тельминская мануфактура суконная, вот здесь она впервые зарисована. Вот тоже комплекс рукописные, кстати, рукописные карты братьев Бутиных, путешествующих вместе с Моравьевым Амурским, дававшим деньги на его амурские сплавы. Первые рисунки Иркутска, Пежамского, вид Тихвинской церкви в частности, вот он, да? Ну вот, Спанская церковь является еще городом, видимо там, да? Ну и более, скажем так, общедоступные книги-календари, месяца-словы, справочники, издания русских губернских ведомостей, вот они, записки сибирского отдела. Первая книжка, связанная с основанием русского географического общества, известия этого общества, да? Значит, различные. Ну и, наконец, вот отдел ветрики. Соборное уважение Алексея Михайловича, ну, печатное, кстати, хотя кажется, что рукописное, это, ну, как, просто, свод основных законов для 17-го века. Первый сибирский роман, дочка Пасажолова была, прижизненное издание сочинения Моносова, некоторые редкие издания, вот, 630-го года, допустим, вот, о государстве Московии, воинский устав, дальше, ну и вот наша маленькая выставка, которая будет, так сказать, здесь две недели, прежде чем смениться на другую. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Спасибо. Спасибо. А, вот. А, ой, да, я же вас не пригласил. Почти разогреть. Следующее, у нас встреча будет в более традиционное время, по средам, как мы обычно и собираемся, 30-го мая, здесь будет премьера фильма. Совместно, вот, с Кровеческим музеем, иркутские кинематографисты сняли 15-минутный фильм про богатейшего купца иркутского последних лет существования Российской империи, Николая Второго, называется «Иркутский Морган», вот, как его называли тогда газеты, и это, ну, такая, что ли, мы надеемся, что это только первая часть, поэтому там, в принципе, это заседание приурочено к столетию со дня гибели второго в Москве в 18-м году, но до этого почти не дойдет. Там как раз про то, как он здесь, в Иркутске, начинал и расторговался. Спасибо. Спасибо.